Ветеран космических войск Виктор Алёшин стоял у истоков отрасли. Долгое время служил на Байконуре, участвовал в испытаниях, подготовке и запуске изготовленных на прогрессе ракет. На счету Виктора Васильевича 130 пусков, а в сердце память о первой встрече с Юрием Гагарином 23 апреля 1967 года. Он был дублером у Комарова, прошел митинг на нулевой отметке. Комаров сел в автобус и уехал. Видно, переживал, волновался. Мы сразу ринулись к Гагарину и начал задавать вопросы. Поскольку я хорошо знал ракету, участвовал в таком большом количестве пусков, он стоял передо мной, улыбался. И я все отвечал очень хорошо, вежливо, доброжелательно. Воспоминания, а как же, все-таки вся жизнь прошла в космосе у нас. В День космонавтики традиционно на заводе «Прогресс» прошли торжественные мероприятия. Собравшиеся возложили цветы к памятной доске знаменитого конструктора Дмитрия Козлова. После этого в актовом зале состоялось торжественное заседание Научно-технического совета предприятия. В этом году исполняется 130 лет заводу «Прогресс», 65 лет со дня создания ЦСКБ «Прогресс». За эти годы было запущено в космос 2000 ракет-носителей и 1000 космических аппаратов, разработанных и изготовленных на предприятии. Сейчас на заводе разрабатывают ракету среднего класса повышенной грузоподъемности «Союз-5», оснащенную самым мощным в мире двигателем первой ступени. Еще одна разработка – многоразовая двухступенчатая ракета «Амур-СПГ». Мы сделали большую рекомендустировочную комиссию для поиска мест на восточном, где можно было бы выбрать площадку, где можно было бы посадить эту первую ступень. Прорабатываются уже варианты, где организовать первую отработку, так называемый подскок. Влетели, сели на это же самое место. Влетели, переместились в сторону и сели на другую площадку с тем, чтобы отработать совершенно новые законы управления. Собравшихся по видеосвязи с Днем космонавтики поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В эти минуты он находился на выставке России на ВДНХ. От всей души поздравляю вас с успешными пусками. Я уверен в том, что новые разработки и «Амур-СПГ», и «Союз-5», и космические аппараты, которые запланированы к производству, к разработке и производству на нашем предприятии, будут вовремя готовы встать в строй по защите обороноспособности нашей Родины, создания космического щита России. Поздравления и слова благодарности прозвучали от главы города Елены Лапушкиной. Она отметила большой вклад коллектива предприятия в оказание помощи участникам специальной военной операции. Вы не стоите в стороне, и с первых дней специальной военной операции вы помогаете фронту. Сотрудники вашего предприятия с оружием в руках защищают наш мир и наш суверенитет. Вы помогаете не только им, не только их семьям, но и многим-многим другим. Спасибо огромное. Это говорит о вашей ответственности, о вашем патриотизме и любви к Родине. За большой вклад в космическую отрасль и многолетний безупречный труд сотрудников завода отметили почетными грамотами и благодарностями. Галина Топилина, Константин Головин. События.